Субтитры делал DimaTorzok Чтобы они были немножко посмелее, чтобы они все-таки больше за нами ухаживали и брали на себя какой-то груз забот. Иная женщина хочет показаться слабой, незащищенной, неумелой, а другая наоборот, классной, более грамотный мужчина. Таких женщин очень полно сегодня. Женщины, которые занимаются бизнесом. Ну, они страдают в первую очередь, большинство из них на личном плане, потому что, занимаясь такими вещами, имея такую позицию, они, по-моему, обделяют себя в личном плане. Ну да, много, очень свободы. Лишь. Может, они и получили, конечно, все права, но они не в равной степени реализуются, так же, как у мужчин. То есть, все-таки, некоторая степень шевинизма в нашем обществе еще присутствует. Недавно был скандал, связанный с тем, что разработчики игры женского пола были под... У них было такое движение за, скажем так, равное представительство женщин и мужчин в разработке игр. Ну и это вызвало такую достаточно большую волну негодования в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке и так далее. И натуральную травму этих женщин. Не надо лезть в мужские обязанности, заменять мужчин. Иначе мне жалко наших мужчин, когда женщины берут все в свои руки, а мужчины остаются неудел. И общество наше, к сожалению, сегодня страдает тем, что у нас мужчины слабые, а женщины сильные. И это плохо. Это женщина выбирает быть феминисткой, быть ей бороться из равноправия и воспринимать равноправие как существующее. В большинстве своем мы сами себе придумываем отсутствие равных прав. Да, по-моему, даже больше, даже больше уже у женщин прав. Ну, например, я с друзьями пошел пиво попить, у меня жена дома не сидит, она пойдет тоже с подружками на вздомни. А мне бы хотелось, чтобы она просто дома посидела и подождала. Я ж вернусь. По-моему, они все уже завоевали. Женщинам никогда не бывает много. Это первое. Во-вторых, вообще, конечно, у женщин, наверное, достаточно прав. Мне кажется, можно было бы даже женщинам теперь уже дать больше домом, заниматься семьей. Разрешить это. И, может быть, укоротить рабочий день. Какие вам еще права? У женщины и так уже, мне кажется, много прав уже. Они и в думе поседают, и в посты хороших занимают. Какие вам еще права нужны барышни? Все права, на которые мы претендовали, которые мы требовали, не знаю, для меня хватает, вот мне. Ой. Я считаю, что должны быть права у женщин и мужчин одинаковые. И, как бы, мужчина не всегда должен быть главным. Женщина тоже может на себя взять такую ответственность.